1. Областное радио Отмены рейсов самой авиакомпании Либо же закрытие границ Либо же при остановке авиасообщения Например международного Значит и по Основным По крайней мере показателям По основным новостям и сообщениям на год То есть примерно где-то до июня До июля 21 года Эти денежные средства фиксируются за клиентом Но денежные средства он не получает наличными Он не получает именно в сумме Сейчас мы озвучим эту тему Он не получает Имеется ввиду авиакомпании Говорят что деньги они не получат в живой форме Это будет просто На их счете На конкретно привязанных клиенту Будет зафиксирована эта сумма И в течение года Их называют сертификатами Называют бонусами Каждая авиакомпания по своему это называет И бронирует эту сумму Не возвращая сами денежные средства Говорят там Июнь называется Либо июль 21 года Что до этого момента у гражданина Будет возможность воспользоваться Именно на рейсы этой же авиакомпании Воспользоваться этой суммой И только по истечении этого срока Если он не воспользовался Он сможет эти деньги тогда получить Уже на свой банковский счет Как вы сами понимаете Сейчас непонятная ситуация В экономике во-первых происходит И в июне июле 21 года Что эти деньги будут стоить Вообще что можно будет купить Неизвестно Во-первых Во-вторых Если у нас сейчас так проседает Экономика Людям денежные средства Он уже сейчас Поэтому как раз Речь идет о том Что поднялась волна возмущения Это нормально У людей Да Они пишут И в социальные сети пишут И срывают телефоны авиакомпании И жалобы поступают В разные контролирующие органы О том Что нам нужны денежные средства Мы все Мы отказались от перевозки Либо по причине Опасения Риска Угрозы Наступления Каких-то Последствий Моему здоровью Здоровья моих близких Либо же в том числе И жизни Либо же по причине Что авиакомпания Сама отменила Авиарейсы Либо же там Авиасообщения Отменены И В этом Ключе Минтранс Опубликовал Разъяснение Он как раз Ссылается на Воздушный кодекс Во-первых Обращаю ваше внимание Что в воздушном кодексе Нет такого понимания Невозвратные билеты Более того Есть разъяснение Антимонопольной службы От 2010 года О том Что такие тарифы Невозможно устанавливать Которые не подразумевают Возврата денежных средств В случае отмены А устанавливали же Раньше Бывали же такие случаи Когда ты Лечишь по какой-то Смешной цене Но при условии Что билет не возврат Ну это Авиакомпания Декларировала тот факт Что вы билеты не сможете вернуть А на самом деле Ну Этого в законе нет Не имела на это права Да Мы говорим о том Что такой формулировки Не существует Закон такого не предусматривает Значит определено Что есть Грубо говоря Два направления Международной Внутри авиалинии И Ключевые возвраты Которые я сейчас озвучу Само собой Можно посмотреть Более тонкие Вот эти вот градации Но ключевые моменты Следующие В случае Если гражданин Отказывается От полета По причине Отмены рейса Либо по причине Не связанной С его желанием То есть Недобровольно Возврат происходит В полном объеме Денежных средств В случае Если он Отказывается По своей инициативе То тогда Либо по тарифу Который Вот как раз Предусмотрен В правилах Этой авиакомпании Но в любом случае Закон говорит о том Что не более 25% Может удерживаться В любом случае То есть потерять человек Не может больше 25% Да Если Еще раз повторяюсь Если он В обычном режиме Просто взял И отказался Это не связано С угрозами Его здоровью Жизнь Не связано С внешней обстановкой Просто допустим Опоздал на рейс Но там ведь Как-то еще И стоимость билетов Интересно Определяется Допустим Есть там Какая-то часть Какая-то страховая часть Какая-то еще там часть Это вот Связано с зелеными самолетами У меня было такое Знаешь там Билет до Австралии 7000 На поисковиках А заходишь на сайт И понимаешь Что 7000 Это только кусочек А на самом деле Там страховка Плюс там топливо То еще что-то И вытекает 40 Ну вот важный момент Но сейчас понятно Что мы все В совершенно иных обстоятельствах Мы не полетели По понятным причинам И это уже другое основание Которое тоже позволяет Авиакомпании удержать 25% Или этот форс-мажор Обязует их вернуть 100% Оплаченные суммы Здесь обязаны Они вернуть Полностью 100% Сейчас вот как раз Это важно Новость та же самая Что И Минтранс об этом Как раз сказал Что авиакомпании Которые Внутренние авиарейсы По своей инициативе Решили полностью Прекратить авиасообщения Внутренние Говорится о том Что во первых Ни правительство Ни президент Не говорило О закрытии Внутренних авиасообщений Оно в принципе Незаконно И само собой Говорится о том Что все лица И все граждане Компании И клиенты Которые Купили билеты Авиакомпания Прекратила Эти передвижения Отменила Все эти рейсы Конечно же Авиакомпания Должна вернуть Денежные средства Во первых Во вторых В данном случае Речь не идет Ни о ком Форс-мажоре Ну то есть В плане Форс-мажор Исключает Ответственность Что такое Форс-мажор Форс-мажор Он исключает Ответственность За неисполнение В данном случае Мы не говорим О том Что там Неустойку Или штраф Они должны платить Мы говорим о том Что они должны Вернуть Денежные средства Которые Они не использовали Услуга Не оказана Они должны Вернуть Денежные средства Поэтому Значит И Минтранс И ассоциации Потребителей Говорят о том Что необходимо Во-первых Обязательно Обратиться В авиакомпанию Обязательно В авиакомпанию То же самое Касается И туроператоров И турагентов Обязательно Необходимо Зафиксировать Своё обращение Не телефонные Переговоры Не там Письменные Переговоры Через смски И так далее Нет Должно быть Официальное Ваше обращение Вы должны Зафиксировать Его Потому что С этого момента Начинается Реальная Правовая Обязанность Со второй стороны Отреагировать На это Что значит Зафиксировать Обращение Это очень важный момент Отправленное Письмо Почты электронной Это уже Официальное Обращение Или авиакомпания Сможет потом Его не увидеть Должно быть Заказное письмо Через почту России Каким образом Как это правильно сделать Чтобы это была Доказательная база Для будущих Судебных разбирательств Смотрите Любое обращение Должно быть Подтверждено Что вы отправили По адресу существующему Либо что вторая сторона Получила Это в принципе Общие правила Гражданского кодекса Значит Если вы Направляете В бумажном виде Значит Вы отправляете Туда по адресу По которому Эта организация Находится И уже Бремя получения Лежит на той Организации Если вы По трекеру Своему Да Если вы по трекеру Отследили Что оно находится И например Там написано Ожидает адресата Все Вы свою обязанность Исполнили Распечатали Это зафиксировали Вот это вот А получит его Или нет Отслеживание Пошли они руками Ногами Получили или нет Это уже Их ответственность Все Гражданский кодекс В данном случае Четко говорит Первый вариант Второй вариант Во многих городах Есть представительство Дойдите туда Отдайте бумагу Распишитесь На втором экземпляре Поставьте отметку На втором экземпляре Которые сейчас закрыты Или работают Есть которые работают Есть которые закрыты Разные Есть Понятное дело Есть разные города Большие и маленькие А там Может в населенных пунктах Конечно этого и нет Но в крупных городах Эти все Компании Конечно же работают Ну по крайней мере На На прямой доступ Не На прием Что там Как В какой-нибудь Не знаю Официальном центре Стоит очередь И еще на улице Люди Нет Конечно не на такое Вот На прием Корреспонденции На Обращение В таком виде В любом случае Есть колл-центр Эти все Взаимоотношения Существуют Опять же У многих из них Есть электрон Возможность электронного Обращения То есть непосредственно На сайте Есть возможность Обратиться электронно Вы это тоже можете сделать Опять же Во многих компаниях Существуют еще пока что Факсы Можно и факсом Этот документ отправить Хорошо Вот в электронном виде Я отправляю Каким образом Я смогу доказать Что я с ними Пытался наладить связь Значит Есть два варианта Если вы отправляете Электронную почту Через обычный ящик То у вас есть настройка Обратная Которая вам приходит Сообщение о том Что доставлено Это вы можете зафиксировать Это всегда в вашем почтовом ящике Будет находиться В электронном Просто вот это Вот потом Не дай бог Конечно В судебных разбирательствах Будет приниматься Как доказательство того Что я Обращался в эту компанию Будут Рассматриваться Все доказательства Подтверждающие Что вы туда обратились То есть вы Ну во первых Давайте начнем с того Что закон о защите Правопотребителей Тех же самых Не требует Досудебного разбирательства Но Все что касается Например Воздушного кодекса Здесь Еще кстати Нужно обратить внимание Что здесь Ограниченный Срок исковой давности То есть вам нужно В год уложиться Поэтому если вы Просто дождетесь Я Здесь Хотел бы предостеречь Не сидеть Просто ничего Не делать То есть Что хочется сказать Если вы даже Готовы К такому решению Со стороны авиакомпании О том Что вы Полагаете В течение года Вы все равно Куда-то слетаете Эта авиакомпания Она вас полностью устраивает Вы этими деньгами Воспользуетесь Или там сумма Которую заплатили Не сильно большая Например Не знаю Там Купили билет Из Новосибирска В Москву И обратно Например Для вас Допустим Именно для вас Эта сумма Не сильно большая Вы готовы Ее потратить В сентябре В октябре Когда эта Немножко Ситуация изменится Но зафиксируйте Своё обращение Чтобы оно Там было Сроки Эти все Уже были отрегулированы Начали считаться Вот именно С вашего обращения И вы точно знаете Что все Вас авиакомпания увидела Вы обратились С этим требованием И она вас не потеряла Есть еще Какая возможность Конечно же Следующий вариант Это суд Однозначно Но если вы готовы Сейчас Суды там еще Не начали работу свою Или же попробовать Обратиться В контролирующие органы Или например Группа лиц Вы можете сразу Сделать коллективное обращение Рекомендации Есть В Росавиацию Обратиться И сделать обращение В Роспотребнадзор А можно Или в Союз потребителей России А коллективное обращение Можно подробнее У него большая сила Сила Юридическая Одинаковая Когда вы один И обратились И когда несколько Но когда вас Обращаются несколько Лиц Соответственно Здесь уже сразу Меньше желания С вами связываться Они уже связались Даже если Весь один рейс Обратиться Нет То есть получается Здесь уже Группа интересов Тогда Здесь уже Группа интересов И Просто у самого Заявления Так скажем Критерий Важности Что ли Серьезности Больше И сразу Здесь идет Рассмотрение Нескольких Получается Заявлений Равнозначных Однородных Но сразу По группе лиц То есть Ну да Сейчас Все авиакомпании Заявили в один голос Одну вещь Или же Есть авиакомпании У которых Иная позиция То есть все заявили Ребят подождите Пусть средства Будут подморожены Или уже Есть авиакомпании Которые Идут навстречу И возвращают 100% Оплаченные суммы Нет Конкретно Все авиакомпании Российской Федерации Работают Конечно же Я не знаю Я вам озвучу Только о тех Которые Прозвучали Как раз Именно На Сайте Минтранса То есть Победа сказала Что мы вообще Все рейсы Останавливаем Вообще полностью Авиасообщение Значит Соответственно Что там С7 И Уральские авиалинии Сказали Как раз Что до 21 года Вы можете Воспользоваться По вот этой теме Они пошли Вот так Все что касается Туроператоров Сейчас эта тема Только поднимается Стоит обратить Внимание На то Что мы все Сейчас находимся В одинаковой ситуации Да Действительно Мы говорим О том Что Серьезно Ситуация Это серьезно Ударила И уже Влияет на бизнес Но граждане Которые являются Составляющей Государства Они В такой же ситуации Находятся Как и бизнес Соответственно Каждый человек Должен содержать Свою семью Содержать Самого себя Нести и бремя В том числе Расходов на коммунальные услуги На проезд На транспорт На проживание Своё питание Здоровье Тем более Сейчас Вопрос здоровья Так остро стоит И Любая копейка Гражданину Идет Сейчас Да это в любой момент Так бывает Мне просто интересно Авиакомпании Да там Ну всё понятно Не полетел самолёт Ну соответственно Деньги наверное Не потратили Это по крайней мере С моей точки С забывательской точки зрения Ну это забывательская конечно А вот что касается Туроператоров Там же у них Ну бронирование отелей То есть они туда Средства какие-то Перечисляют Как с них вернуть деньги Гораздо сложнее Мне кажется Они-то в этом случае На самом деле Теряют что-то Или там есть Какие-то специальные фонды Которые Позволяют Оттуда взять деньги И раздать Несостоявшимся туристам Ну смотрите Как раз Ну во-первых Авиакомпания несёт Постоянно расходы Потому что у неё парк Когда стоит Она всё время платит за это Самолёт Самолёт приносит деньги Когда он летает Когда он стоит Он как раз наоборот Только ест эти деньги Нет Здесь же как раз Одним из Тем Которые сразу же возникли Ещё в декабре Прошлого года Это авиакомпании Обратились Возможности Возвращать людям деньги Как раз Из стабилизационного фонда Когда несколько лет назад В кризис Начали банкротиться Туроператоры Было создан Специальный стабилизационный фонд Куда постоянно делают Отчисления туроператора Как раз на случай Если вдруг Оператор забанкротится Оттуда деньги Эти все будут перечислены Сейчас речь как раз Об этом и пошла Что туроператоры Попросили То есть не сейчас А несколько месяцев назад Возможности Воспользоваться этими деньгами То есть как раз Речь идёт о том Что вот именно сейчас Та ситуация Когда мы должны Воспользоваться этими деньгами Понятно Я-то спросил о том Есть ли нечто подобное У авиакомпаний Нет Про авиакомпании Я не в курсе Такой ситуации То есть они Оперируют только Своими средствами Которые вот Мне просто неизвестно Что такой фонд есть И всё-таки Я в авиакомпании Не работаю Как они Формируют свои бюджеты И какие делают Там Безопасные Вливания Ну я к тому Что не получится Так что вот мы тут Советуем людям Всем пойти И забрать свои деньги Это не самым лучшим образом Скажется на Вообще существование Той самой Авиакомпании Которых у нас По большому счёту Не так уж и много Я возвращаюсь К исходному Да-да-да Конкретно Вот вы Конкретно вы Беспокоитесь О своей семье И о себе Конечно Если вы Имеете акции В авиакомпании Тогда конечно же Вы беспокоитесь О судьбе авиакомпании Логично Спасибо Спасибо, что вы мне Хорошо подумали Мы сейчас говорим И обсуждаем вопрос Именно обычных граждан Которые сейчас попали В ситуацию Намного сложнее Чем юридические лица С точки зрения Юридической практики Как долго Выглядит Вся эта дорога От момента Написания Обращения В авиакомпанию До получения Назад Средств На свой банковский счёт Или сейчас Это будет пролонгировано По понятным причинам За счёт большого количества Обращений от граждан Ещё раз Хочу обратить Ваше внимание Вся ситуация уникальная Такого раньше не было Слава тебе Господи Если такого Никогда больше не будет То есть непонятно Как Суды Не работают Суды не работают То есть всё приостановлено Там почтовые сообщения Медленно действуют Конечно же Всё медленно действует И банки медленно действуют Я не могу даже Обсуждать Вопросы Тему Как это было раньше Ну конечно же Это какое-то время занимало Но раньше Всё работало И всё было в обычном режиме Вы подали жалобу Попали в судебное разбирательство Несколько судебных заседаний Получили решение суда Исполнительный лист Подали документы в банк Деньги списались Ушли ванны Так вот о том речь Если раньше там Были установлены Какие-то временные рамки Да По поводу того Что я обратился В эту компанию Они обязаны В течение 10 дней По-моему Да Дать мне официальный ответ А сейчас-то Ну непонятно Как это происходит Потому что На самом деле Там кто-то работает Кто-то не работает Вот эти 10 дней Не сохранились? Никаких изменений В закон По этому поводу Не внесено То же самое Закон защиты Прав потребителей Действует так же Как и действовал до этого У вас есть Право обратиться За защитой своих прав Значит Есть определенные сроки Есть неустойки Всё это есть Никто ещё Пока что Он разговаривает Разговаривает с юристом У него на любой вопрос Ответ закон Он всё правильно говорит Потому что Всё без бумажки Ничего А очень важны Ещё нюансы Напомним о нём Это действительно важно Понимать Что формулировки Связаны с удержанием Неких сумм Со стороны авиакомпании Туроператоров Некорректны То есть В условиях Текущей реальности Никаких 20-25% 10 за что-то Удержать они не могут Они обязаны вернуть 100% Правильно? Я конкретно уточняю По формулировкам Что они обязаны Вернуть денежные средства За те отказы Пассажиров По авиарейсам Которые отменила Сама авиакомпания Либо они отменены В связи с принятыми Решениями Властей То есть Вот например Международные Или Международные Допустим Мы их возьмём Или внутренние Если сама авиакомпания Это прекратила делать Если же гражданин Отказывается От перелёта После того Как сняты все ограничения Либо же он отказался До того Как эти возникли Ограничения То здесь уже Удерживается по тарифу То есть Возвращаются деньги За минусом Удержание Которые сама авиакомпания Установила по тарифу Но опять же И в этой ситуации Гражданин может Уже вот эту разницу Всё равно оспаривать То есть он может Говорить например Авиакомпания Когда ещё Не остановил И государство Ещё когда например Не закрыло авиасообщение С иностранными государствами Но тогда уже Начались Случаи Заболеваний Либо Экстренных ситуаций В тех странах Куда гражданин собирался И он стал переживать За себя И отказываться От перелёта То тогда он должен Требовать Имеет право Требовать Как раз Возврата полной суммы Тогда он просто ссылается Уже на другую норму О которой я как раз говорил Это статья 7 Закона о защите Потребителей 10-14 Об основах Туристической деятельности Где он говорит Что я полагаю Что услуга Вот эта Да то есть Ещё границы не закрыты Авиасообщение не закрыто Но я уже переживаю По поводу Своего здоровья И своей жизни Поэтому я отказываюсь В этом моменте Как раз От услуги Авиаперелёта Или же От туристического продукта Радио 54 Первое Областное радио